Кто-то из нас уходит, не видя быстрого роста или претерпев жизненную бурю. Но у меня есть для вас слово. Иофф писал о дереве с рубленным под корень. Лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви. Как бы вновь посаженное дерево. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться им с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет сам Иисус. Он внутри вас. Луки 18.1. Открыли? Иисус рассказывает ученикам притчу, чтобы показать, что они должны всегда молиться и никогда не сдаваться. Здесь сказано, в одном городе был судья, который Бога не боился и людей не стыдился. Это был грубый человек, которому никому не хотелось помогать. В том же городе была одна вдова, и она, приходя, скажите, приходя, она, приходя к нему, говорила, защите меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Я представляю, как эта женщина врывалась к суде и нападала на него. «Судья понимал, что эта женщина не отстанет, пока не добьется своего». Судья решил уступить и сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих? Речь о вас, церковь. Вы избранные. Бог избрал вас, прежде чем вы выбрали его. Бог выбрал вас. Он верил в вас, прежде чем вы поверили в него. Он полюбил вас, прежде чем вы полюбили его. Он добрый Бог. Он не злой судья. Он добрый Бог». Здесь сказано, «Разве Бог не защитит вас, вопиющих к Нему день и ночь?» Это важно. Мы еще поговорим об этом. Хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Обнимите кого-нибудь и скажите, «Тебя ждет прорыв». Тебя ожидает огромный прорыв. Да, запомните, вас ожидает этот прорыв. Кто из вас верит в чудо, в прорыв, превосходящий ваши способности? Думаю, многие. Пожалуйста, присаживайтесь. Я верю, что к концу этого послания 100% из вас будут полностью готовы к своему прорыву. Эта история не только история о молитве, но и история о настойчивости. Эта вдава не отступала и не сдавалась. Она не принимала ответа «нет». Она продолжала приходить к суде. Мне вспомнился момент встречи с одним лидером прославления. Это был известный человек, написавший много прекрасных песен, которые поют в церквях по всему миру. В Америке он собирает стадионы, набитые до отказа. Конечно, можно собирать стадионы в других странах, приглашая на концерты тысячи людей, но этот человек собирает полные стадионы в Америке, где индустрия перенасыщена исполнителями. Миллионы людей на его концертах поют его песни. Однажды этот человек приехал в Талсу, и у меня была возможность поговорить с ним 10-15 минут. Я спросил, как он стал столь успешным и известным автором и исполнителем песен поклонения. Он засмеялся и сказал, «Глядя на меня, многие думают, что так было всегда. Но они не знают, что больше 10 лет я вел поклонение высохшей совершенно неживой церкви, где люди не пели, не улыбались, не поднимали рук, не аплодировали. Вот так. У меня было чувство, словно я бьюсь об асфальт или словно я молоток, а не бетон. Каждую неделю я прилагал все усилия, но меня не покидало чувство, что я молоток, колотящий по бетону. Я спросил, что это значит. Он сказал, мне показалось, что по трехметровым слоям прочного бетона есть почва, но по лицам людей этого было не видно, они всегда были напряженными. Однако я страстно продолжал делать свое дело. Почему ты не ушел оттуда? В том-то и дело, что многие молодые люди уходят, когда им сложно. Они считают, что прорыв всегда совершается случайным образом, благодаря связям, харизме или страсти. Но, Пол, прорыв происходит, когда ты не сдаешься и приходишь вновь. Неделя за неделей. Знаю, что это не впечатляет поколение Инстаграма, но дело в настойчивости. Нужно продолжать стучать, и однажды в асфальте появится трещина. Однажды этот бетон треснет. Я спросил, и когда это случилось? На седьмой год. Да. Семь лет мне каждую неделю хотелось уйти. Семь лет я хотел перестать писать песни, перестать вести поклонение, уйти из церкви. Мне казалось, что ничего не меняется, но я слышал, как Бог говорил, продолжай стучать, продолжай стучать. Скажите, это время молотка. Это время молотка. Да-да-да и да-да-да. Кто рос под эту песню, мое поколение точно меня поймет, но главное, продолжайте стучать. Не сдавайтесь, вам нужна настойчивость. Я спросил, и что произошло на седьмой год? Наступил момент, когда бетон дал трещину. Внезапно несколько человек загорелись огнем. Затем эта трещина в бетоне начала расползаться по всей церкви. Все улицы Талсы покрылись трещинами. Когда появилась трещина, ее было уже не остановить. То есть началось пробуждение, и церковь ожила. Сколько людей опускают руки перед прорывом? Сколько людей перестают стучать как раз накануне появления трещины? Тот судья знал, что вдова не отступит. И мой вопрос к вам, что знает о вас судья? Знает ли он, что вы не отступите? Знает ли он, что вы настолько отчаянны, что будете настаивать, пока он не изменит своего решения? Кто-то из нас уходит, когда становится сложным, бросает все на пятом круге вокруг Иерихона. Не знаю, сколько раз Иисусу на вину хотелось все бросить. Сколько раз он думал, это глупо, мы ходим вокруг Иерихона день за днем. Наши жены спрашивают, зачем мы это делаем, ведь в бетоне даже нет трещины. Но Бог все знал. И мы по прошествии времени знаем, чем все закончится. А в то время Библии не было. Мы знаем, что на седьмой день после седьмого круга в бетоне появилась трещина. Скажите, продолжай идти. Продолжайте стучать, продолжайте молиться, продолжайте настаивать, просто продолжайте. Настойчивость приводит к прорыву. Книга Иова, 14 глава, 7 стих. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет. В 12 году наша церковь переживала бурю. Это было очень сложное время. В то же самое время на наш город обрушился сильный шторм. Это был не торнадо, когда вихрь закручивается в воронку. Это был штормовой нагон. Ветер со скоростью 30 км в час давил на землю. Не с запада, востока или с севера, а просто сверху. Он обрушился прямо на главное шоссе. Я ехал по нему на следующий день, печальный и удрученный. Вы знаете, что я потерял отца, и мы еле-еле справлялись в это сложное время. Перед зданием церкви я увидел сосну около 5 метров высотой. Шторм обломал ей все ветви. На ней ничего не осталось, а ствол был надломлен на высоте полтора метра от земли. Я растерянно позвонил нашему садовнику и сказал, нужно убрать этот уродливый обломок. Сейчас нам нужно что-то живое. Нам нужна жизнь. Садовник ответил, Пол, мы оставим эту сосну. Зачем? Потому что есть надежда. Я сказал, нет, этот обломок уже не вырастет. Пол, есть надежда. Я почувствовал, как Бог говорит, это пророческое слово для церкви. Это пророческое слово для семьи Доггерти и для тебя. Оставь обломок в земле. Кто-то из нас уходит, не видя быстрого роста, прорыва или претерпев жизненную бурю. Но у меня есть для вас слово. Иов писал о дереве с рубленным под корень. Лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Почуяв воду, воду Слова Божьего, почуяв поддержку и близость Бога, почуяв воду Божьих обетований, почуяв атмосферу победы, почуяв исповедание веры, гласящее. Ваши лучшие дни впереди. Дерево обязательно оживет. Я хочу вдохновить вас. Кого-то из вас срубили под корень. Садовник сказал мне, не убирай это дерево, понаблюдай за ним. И вот прошло семь лет, целых семь. Вы видели, что сегодня эта сосна высотой почти в 12 метров? Вот что с ней произошло. Все эти семь лет она вырастает на метр с лишним в год. Это невероятно и неслыханно. Мне попалось стихотворение о траве, растущей сквозь бетон. Я зачитаю вам его. Храни, Господь, траву, что рвется сквозь бетон. Ее покрыли вновь, чтобы жизнь ей оборваться. Бетон уже устал от миссии своей. Ломается, трещит, трава растет опять. Храни, Господь, траву, что рвется сквозь бетон. Зеленую, столь нежную, ранимую, храни. Она оставит след по прошествии годов. Она стремится жить, а камень всегда мертв. Храни, Господь, траву, столь нежную, храни. Она пускает корни, а она так хочет жить. Мне так понравилось это стихотворение, что я написал свое собственное. Оно называется «Храни, Господь, бетон». Хочу благословить людей, которые думали, что смогут мне помешать. Благословляю вас, причинивших мне дикую боль. Благословляю тех, кто забрасывал меня мусором. Итак, «Храни, Господь, бетон, под его весом я вдруг понял, что рожден свободным быть всегда. Под его весом я склонился перед Богом, а те, кто сверху, думали, теперь я похоронен». В гробнице Иисуса закрыли камнем вход. Враг ликовал «Победа», «Противник погребен». Но нет таких, кому под силу Бога победить. Он Бог и над камнями, Он вечно будет жить. Если вас вдруг тоже закатали под бетон, то знайте, Иисус воскрес, и Он всегда силен. Увидите траву, что рвется сквозь бетон, и вспомните, что с Богом вам возможно все. Слава Ему! Мне нужно избавиться от мышления страха и обрести мышление Христа. Вместо мышления поражения, обрести мышление победы. Мне нужно избавиться от мышления заблуждения, когда мне кажется, что все вокруг настроены против меня. Мне нужно осознать, что у меня есть сторонники. Тех, кто за меня, больше, чем тех, кто против. Мне необходимо избавиться от старого мышления. 11 глава Луки. Иисус словно вновь рассказывает притчу о настойчивой вдове. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Другими словами, к вам пришел друг и сказал, «Я не был готов к появлению гостей. Не мог бы ты помочь в том, для чего я был не готов?» Вы расстроитесь, почему ты пришел ко мне в полночь? Иисус говорит, что друг ответил, «Не беспокой меня, дверь уже закрыта». Хочу сказать вам, что у Бога есть способ прорваться через закрытые двери. У Бога есть способ открыть то, что кажется закрытым. Бог устроит путь там, где его нет. Будете ли вы столь настойчивыми, чтобы, стоя у двери, продолжать стучать, пока она, наконец, не откроется? Друг ответил, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать себе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему. Вы хотите прорыва в своей жизни? Вам нужно начать просить с неотступностью. Вы должны стать смелыми с Богом. Смелые молитвы чтят Бога. И Бог почитает смелые молитвы. Кто-то из нас оставил смелые молитвы. Кто-то из нас говорит слова не жизни, а смерти. Когда мы произносим «Исповедание Победы», вы закатываете глаза опять. Это нудное, позитивное исповедание. Мои лучшие дни впереди. Что я здесь делаю? Вот, увидите, кто-то рядом с вами совершит свой прорыв. Вы жалуетесь и говорите, пора покончить с этим позитивом. Мы не знаем, что будет завтра. Да, я не знаю, что будет завтра, но знаю, кто владеет этим завтра. Моя Библия говорит, что Бог переводит меня из славы в славу, из силы в силу. Он еще не закончил свое дело. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. У него есть будущее и надежда, так говорит Писание. Я подниму руку соседа и скажу, мои лучшие дни и твои лучшие дни впереди. Я знаю, что ты пережил боль, что ты потерял отца, что было очень сложно, но говорю, что Бог еще не закончил свое дело. Я прочел книгу человека по имени Боб Гофф. Мы пригласим его к нам. Он невероятный автор и проповедник. Он мечтал стать юристом, но провалив главный тест, он почувствовал себя жалким. Он отправил документы в несколько колледжей, но никто не хотел его принимать. Ему отвечали, мы не принимаем тех, кто провалил тест. Вы никуда не поступите. Боб пришел в выбранный им университет Пеппердайн, зашел в кабинет декана и спросил, вы видели мое заявление? Декан спросил, вы кто? Боб Гофф. Вы провалили тест, вас сюда не примут. Дайте мне шанс. Однажды вы будете очень рады, что я буду выпускником вашего университета. Декан ответил, нет, шансов нет, мы таких не принимаем. Боб сказал, я знаю, я должен быть здесь. Просто скажите, Боб, иди купи себе учебники. Просто скажите это. Я этого не скажу. Боб пришел и на следующий день. Две недели подряд он приходил к офису декана и говорил, просто скажите, Боб, иди купи себе учебники. Просто скажите, Боб, купи себе учебники. Он продолжал стучать, он продолжал просить декана. Начался учебный год. Боб все так же стоял у офиса декана еще неделю и просил, просто скажите, Боб, иди купи себе учебники. Прошла неделя с начала обучения, то есть 21 день стояния под дверью. Когда декан вновь вышел из офиса, Боб приготовился что-то сказать, но декан произнес, Боб, иди купи себе учебники. Боба зачислили. Сейчас он уже окончил университет, стал в нем профессором и написал несколько книг. Он невероятный христианский адвокат. Но я скажу вам вот что. Некоторые уходят, не дождавшись. Они просят Бог ответить на мои молитвы, сделай что-нибудь. А Бог говорит, будь настойчив в своем предназначении. Ты должен слушаться и продолжать приходить, продолжать стучать. Вы понимаете? Вы продержитесь еще пять или десять минут. Ну хорошо. Хочу завершить с отрывком из 12 главы Деяний. В этой главе Ирод арестовал несколько христиан. Ирод был злым царем и упорно шел к своей цели. Но это не приведет к победе. Нужно быть упорным в воле Бога на вашу жизнь. Зависть заставила Ирода арестовать христиан. Во втором стихе сказано, что он схватил Иакова, родного брата Иоанна, и убил его. Церковь молилась за Иакова. Но несмотря на молитвы, тот был убит. Вы молились за то, что не сложилось? Я — да. И это сложно. Особенно, когда перед всеми молишься за своего отца, чтобы он исцелился от рака, а он умирает. Приходит соблазн перестать молиться вовсе. Бог сказал мне, пусть твой опыт не поколеблет твои убеждения. Пусть все тайное принадлежит Господу, но продолжай верить, что Он — целитель, освободитель и обеспечитель. Да, этот брак не удался, но Бог еще не закончил свою работу. Он восстановит ваше будущее. Бог приготовил для вас что-то потрясающее. Иногда мы ставим точку, но Бог говорит, это не точка, это только запятая. Дерево может умереть, но оно зацветет вновь. Не ставьте точку там, где Бог ставит запятую. Итак, церковь продолжала молиться. Затем Ирод схватил Петра. Петр был пастором церкви. Когда он проповедовал на Пятидесятницу, спаслись тысячи людей. Ирод пытался положить конец этим проповедям и схватил Петра. В четвертом стихе сказано, и задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, и вот главное. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Молилась о Петре. Я ощущаю ваши молитвы. Кто из вас недавно молился за меня и молился за церковь, а? Спасибо вам, потому что зачастую именно тайные молитвы открывают двери для какого-то человека. Именно тайные молитвы помогают человеку совершить свой прорыв. Давайте не будем недооценивать то, что в тайне делает Бог, когда церковь прилежно молится и не сдается. Несмотря на то, что Иаков погиб, они продолжали молиться за Петра. Мы не можем потерять его. Не можем потерять и его. Не можем потерять еще одного пастора. Не можем его потерять. И что произошло? Когда Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал. И вот ангел Господень предстал, и свет осеял темницу. «Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее». И цепи упали с рук его. Упали полностью. Он встал, и цепи упали с его рук. И цепи упали с его рук снова и снова упали. Когда вы настойчиво исполняете свое предназначение, вы совершите свой прорыв. Все зависит от вашего послушания. Вы не увидите, как падут цепи, если не встанете. Цепи упали, когда Петр встал. Ангел сказал, встань скорее. Петр встал, и цепи упали. Когда вы встанете, цепи упадут. Когда вы встанете, цепи упадут. Когда вы встанете, когда начнете двигаться, пусть даже через силу, цепи упадут. Затем ангел сказал Петру, надень свою одежду и обувь и следуй за мной. Прочитаем 10 стих. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город. Кто-то из нас стоит перед железными воротами. Мы стоим перед дверьми. Перед входом в Талсу тоже железные ворота. Бог старается пробудить нас ради урожая, который мы призваны собрать. Между вами и вашим чудом, между вами и вашим прорывом железные ворота. Для Моисея это было Красное море. Он хотел развернуться и спросил, Бог, ты привел меня сюда, чтобы я здесь умер? И Бог ответил, нет, я собираюсь провести тебя через это море. Я устрою путь там, где его, казалось бы, нет. Я устрою реки в пустыне. Я проложу путь. Твоя песня, твоя музыка — это дорога. Твоя хвала вымастит дорогу для того, что я собираюсь сделать. Тут сказано, что железные ворота сами собою отворились, и они вышли. Я размышлял об этом. Дверь открылась не из-за ангела. Она открылась даже не из-за Петра. Возможно, ворота открылись, потому что церковь молилась. Молитвы церкви были как скрытые петли. У каждой двери есть петли. Именно петли помогают ей открыться. Петли — это невидимая часть двери. Вы не видите операторов, но они доносят это послание до миллионов людей онлайн. Вы не видите звука операторов, но ничего бы не звучало, если бы звука оператора не были теми самыми петлями в дверях. Кто-то невидимый помогает воротам открыться для вас. Это бабушка, которая молится за вас. Церковь, которая молится за вас. Пастор, который молится за вас, чтобы Бог открыл двери и приготовил для вас прорыв, чтобы церковь прошла через ворота. У нас есть небесный отец. Евреям 12 глава. Нас окружает огромное облако свидетелей. Мы их не видим, но они невидимые петли. Они открывают для вас двери, которые никто не закроет. Петр пришел к дому учеников и стал стучать в дверь. Он стучал и стучал. Это 13 стих. Он стучался, пока не вышла Рода. Увидев Петра, она захлопнула дверь у него перед носом. Там Петр. Она была так рада, что даже не открыла Петру дверь, оставив его снаружи. Он продолжал стучать. Кто-то сказал Роде, «Ты в своем уме». Это хорошо. Петр писал, что нам нужно стать безумными. Мне нужно избавиться от мышления страха и обрести мышление Христа. А вместо мышления поражения обрести мышление победы. Мне нужно избавиться от мышления заблуждения, когда мне кажется, что все вокруг настроены против меня. Мне нужно осознать, что у меня есть сторонники. Тех, кто за меня, больше, чем тех, кто против. Мне нужно избавиться от старого мышления. Кто хочет слегка стать безумным, скажите, ведь враг так ловко действует в вашем разуме. Хочу закончить эту проповедь с прорывом. Я сделаю кое-что безумное. Я учу своих детей карате, и сам учусь карате у их сенсея Криса Хэрриса. Настал день, чтобы увидеть ваш прорыв. Пришло время применить силу. Вы готовы к своему прорыву? Мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, встаньте. Что-то сейчас произойдет. Произойдет что-то великое. Я верю, что Бог приготовил для вас прорыв. Сегодня вы услышали, что к прорыву ведут несколько шагов. Вы должны увидеть его, провозглашать его и действовать с настойчивостью. Именно к этому призвал вас Бог. Та вдова из Писания настойчиво добивалась участия судьи. Не сдавайтесь. Бог слышит и видит вас. Бог приготовил для вас прорыв. О чем бы вы ни молились, во что бы вы ни верили, не останавливайтесь, не сдавайтесь, пока не придет прорыва. Иисус на вин маршировал вокруг Иерихона. Моисей уходил от фараона. Настойчивая вдова продолжала вызывать к судья. Я уверен, чем настойчивее вы будете в молитве, хвале, слове Божьем и вере, тем скорее увидите прорыв. Помолитесь вместе со мною. Скажите, Иисус, я сдаюсь. Я весь твой. Я отказываюсь уходить от того, в чем ты призвал меня стоять. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, если вы помолились этой молитвой, Бог благоволит к вам, и вы увидите свой прорыв. Спасибо вам. Пусть Бог обильно благословит вас. Помните, что ваши лучшие дни еще впереди. Я желаю вам приобрести свой прорыв уже сегодня.